Выпускница Донецкого медуниверситета Юлия Бойкив – врач-дерматовенеролог. Она решила специализироваться на лечении и профилактике кожных заболеваний. На север Юлия переехала с семьей в 2014 году. Впечатления самые положительные. Город красивый, интересный, очень много всего для развития детей, то, что самое немаловажное, не только для детей, для взрослых. Я считаю, очень красивая и больница, и условия, ну и вообще край интересный, разнообразный. Амбулаторный приём начинается в 8 утра. Работа с пациентами, заполнение документов – и так день за днём. Время идёт, дети растут, семье нужно собственное просторное жильё. В прошлом году узнали о предоставлении сертификатов бюджетникам и решили принять участие в программе. Обратились в администрацию города нашего, там в жилищном отделе. Рассказали нам, какие нужны документы, какой список, какие условия. Мы собрали, ничего сложного не было. Всё собрали, всё принесли и в ближайшие несколько месяцев нам это одобрили. Попробовали, получилось, одобрили, дали сертификаты. Мы очень рады, что мы вступили в программу и ждём скорейшего сдачи нашего нового квартиры. А новая квартира – в 18-м микрорайоне. Работы здесь идут полным ходом. Ожидается, что уже в следующем году во дворах этих домов будет не строительная техника, а жители. Считает дни до новоселья и Екатерина Яговцева, логопед-дефектолог центра Елена. Она переехала в наш город с Кубани. Екатерина помогает особенным деткам познавать окружающий мир. Преимущественно мой день состоит из общения непосредственно с воспитанниками. Вечером я, как правило, даю консультации уже родителям, потому что они как раз приходят за детьми, и я общаюсь непосредственно с ними. Мне хочется, чтобы эти дети в дальнейшем, когда вырастут, они были более социализированы, смогли общаться. И это является моей главной задачей. Поначалу Екатерине приходилось жить по коммерческому найму. В прошлом году коллеги рассказали ей о возможности участия в программе поддержки бюджетников. Собрав необходимые документы, она отправилась в жилищный отдел губкинской администрации. На удивление прошло буквально пять месяцев, и я, если честно, не ожидала, что вся эта процедура займёт так маловременно. По условиям губернаторской программы, сертификат для бюджетников покрывает до 40% цены новой квартиры. Приобрести жильё по нему можно на первичном рынке. Главная цель программы – сделать так, чтобы люди, которые любят Север и свою работу, здесь остались. Конечно, нам хочется, чтобы работники закрепились на нашей территории, не жили в съёмных квартирах, не жили в ведомственных квартирах, а именно жили в своём жилье, и тогда у них немножко меняется отношение к той территории, на которой они находятся. Они понимают, что они здесь надолго, и здесь будут и они, и их семья. Ту меру поддержку, которую вёл наш губернатор в 2019 году, наш город очень активно ей пользуется. За два года в Губкинском получили поддержку для улучшения жилищных условий 59 специалистов бюджетной сферы. Валерий Усманов, Михаил Марков, Сергей Парфимович. Новости Губкинского. Новости Губкинского. Новости Губкинского. Новости Губкинского.